Наш предмет называется «История материальной культуры». В первой лекции мы рассмотрим вопросы цели и задачи курса, определение понятий материальной культуры как вид деятельности человека и основные этапы развития мировой культуры. Цель дисциплины является формирование представлений учителей изобразительного искусства о многогранном процессе развития стилевых особенностей материальной культуры в различные исторические эпохи человеческого общества. Задачами изучения дисциплины является ознакомление с историей материальной культуры и ключевыми эпохами в развитии архитектуры, интерьера, предметов быта. Вторая задача – формирование представлений о стилевых особенностях культуры и предметно-пространственной среды различных эпох. Это первобытное общество, древний мир, новый мир и новейший. Третья задача – формирование представлений об использовании достижения материальной культуры в современной жизни человека в видах современного дизайна. Дисциплина «История материальной культуры» ориентирует на практические виды профессиональной деятельности. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности. Это ознакомление с историей материальной культуры и формирование представлений именно о стилевых особенностях в материальной культуре, культуре различных эпох. Содержание курса отражает специфику предмета и соответствует требованиям образовательного стандарта профессионального образования. Второй вопрос. Материальная культура – это культура, объектами которой выступают орудия труда, средства производства, одежда, быт, жилища, средства общения – все то, что является процессом и результатом материальной деятельности человека. Под материальной культурой обычно понимаются искусственно созданные предметы, которые позволяют людям оптимальным способом приспособиться к природным и социальным условиям жизни. Предметы материальной культуры создаются для удовлетворения разнообразных потребностей человека и поэтому рассматриваются в качестве ценностей. Говоря о материальной культуре того или иного народа, традиционно имеют в виду такие конкретные предметы, как одежда, оружие, удоволь, украшения, устройства жилища, архитектурные сооружения. Современная наука, исследуя такие артефакты, способна реконструировать стиль жизни даже очень давно исчезнувших народов, о которых не осталось упоминаний в источниках, что является одним из активных интересов человека. При более широком понимании материальной культуры в ней усматривают три основных элемента. Первый элемент – это, собственно, сам предметный мир, созданный человеком. Второй элемент – это информационная культура, компьютеры, телевидение, мобильные телефоны. И третий элемент – это технологии, то есть средства и технические алгоритмы создания и использования объектов предметного мира. Эти технологии материальны, поскольку воплощены в конкретных практических способах деятельности. Поскольку под материальной культурой понимают совокупность предметов, устройств, архитектурных сооружений, то есть искусственно сотворённый человеком предметный мир, то его иногда называют второй средой или второй природой. Материальная культура рассматривается на разных уровнях – от единичных предметов, процессов и людей до глобальных цивилизаций. Существуют основные этапы развития мировой культуры. Материальная культура – это то, что выделяет человека из природной среды. Поэтому возникновение культуры связывает со временем выделения человека из животного мира с самого начала развития общества. Первый этап развития мировой материальной культуры – это культура первобытного общества или архаическая культура с момента появления человека до 2,5 миллиона лет назад, до 4-го тысячелетия до н.э. Второй этап развития мировой материальной культуры – культура древнего мира или культура цивилизаций. Это четвёртое тысячелетие до н.э. и пятый век нашей эры. Третий этап развития мировой материальной культуры – это культура средних веков. С средины, со средины пятого века новой эры до средины семнадцатого века. Четвёртый этап развития материальной мировой культуры – культура нового времени с середины семнадцатого века по 1917 год, двадцатого века. Пятый этап развития мировой материальной культуры – культура новейшего времени. Это двадцатый век, 1917 год, до наших дней. Каждый этап в истории материальной культуры – это своеобразный мир со своим особенным отношением к человеку, к жизни, к природе, со своим мировоззрением, идеалами, желаниями, потребностями. На каждом историческом этапе развития общества в материальной предметной культуре сложился определенный стиль создания предметов, который появлялся во всей окружающей человека жизни. Кроме развивающихся новых технологий, люди и сегодня используют достижения предыдущих веков для того, чтобы создать что-то новое. Первую цивилизацию, где был уже сформирован определенный стиль материальной культуры, а стиль нас больше всего интересует, – это материальная культура древнего Египта. До древнего Египта, конечно же, была первобытная эпоха, но как таковые там, в общем-то, создавались предметы, создавались элементы материальной культуры, но, в общем-то, такого стиля, сложившегося, еще не было, поэтому мы как бы в основном можем о ней прочитать вот о первобытной эпохе в лекции, а уже о эпохе, в которой сложился определенный стиль, материально-предметные культуры – это все-таки древний Египет, и поэтому мы начнем с древнего Египта. С нашей точки зрения, древний Египет – такая сказочная цивилизация, настолько давно она существовала, но нам как бы… мы понимаем, что это, в общем-то, древний мир, и нас интересует все то интересное и привлекательное, что существует в этой культуре. Мы рассмотрим такие вопросы, как символика, сакральность культуры древнего Египта, архитектура древнего Египта, письменность и предметная среда древнего Египта, и, конечно же, как бы те самые основные элементы, которые нас интересуют больше всего. Значит, в IV веке до нашей, до новой эры в долине реки Нил возникли первые государственные образования. Это было сильное государство, во главе государства стоял фараон. Он имел абсолютную власть в стране, и обожествление фараонов занимало центральное место в периодной культуре древнего Египта. Религия древнего Египта представляла собой сложное сочетание верований, возникших в разное время, в разных местах. Древние египтяне поклонялись множеству верховных богов. Предполагают, что у египтян было несколько сот богов. Они являлись олицетворением природных явлений, явлений общественного порядка. Религия, основанная на вере во множество богов, называется политеизмом. Ну, в общем-то, мы все знаем уже о богах древнего Египта. Изида, Бастет и другие бога, богини, они и занимают наше воображение и привлекают своей такой необычностью. Сакральный или священный характер древней египетской культуры проявляется в ее символичности. И основные визуальные даже символы древнего Египта это, конечно же, пирамиды, сфинкс, фараон, боги. Вот на слайде показаны, в общем-то, те элементы орнамента, которые были созданы и разработаны во времена древнего Египта. Мы смотрим и удивляемся. Вроде бы одна из первых цивилизаций, достаточно развитых, но какие орнаментальные формы были сочинены и придуманы древним Египт, древними египтянами. Но тут надо сказать о символике, опять-таки, возвратиться несколько слов. Вселенная по представлениям египтян была создана богом Солнца Ра, родившимся из голубого лотоса. Поэтому лотос существует во всех орнаментальных мотивах древнего Египта. В разных видах и в профиль, и в фаз, и раскрытый лотос, и закрытый. То есть он является символом жизни. Из уст Ра вышли первые боги, а его слез появились первые люди. Ну, как я уже сказала, фараоны в древнем Египте считались символами богов, поэтому к ним тоже отношение очень религиозное и почтенное. Это перед нами символ Анг, символ Египта, священный атрибут богов, знак мудрости, власти, так называемый египетский крест с петлей, ключ Невы его еще называют. Он символизирует жизнь, как точку сообщения между мирами, божественным и земным, духовным и материальным. Анг является выражением идеи бессмертия, человеческого существования. Мы знаем, что смерть рассматривается у египтян как переход к иной лучшей жизни. Следующие элементы материальной культуры, вот мы о них уже заговорили, это пирамиды. Вначале пирамиды были ступенчатые и затем пирамиды, вот в том виде, в котором они существуют, интересные нам сейчас, загадочные. Это самые известные пирамиды храунов, Куфу, Хафра, Минакура, в общем-то, они до сих пор привлекают внимание ученых, исследователей, просто людей. И строительство пирамид построено на заупокойном культе, который был популярен и основным, в общем-то, в жизни древнего Египта. В них покоятся тела умерших фараонов. Это пирамиды Джосера, Сноуфру, заупокойные храмы, такие как ансамбль в Гизе. До времени нового, для времени нового царства характерно появление светских мотивов. Это изощренная проработка деталей, украшение рельефами, росписями, большое количество скульптур, находящихся во внутренних частях пирамиды, потому что в общем-то хранили, мы знаем, хранили фараонов, и внутренние залы украшали рельефами с изображением росписей жизни фараонов. Популярны также сфинксы, и все мы знаем сфинксов, которые как бы сторожат эти, вот мы видим на этом нижнем слайде, сторожат пирамиды, но в представлениях египтян сфинкс это олицетворение тайной премудрости, универсальный символ цивилизации древнего Египта. Представая перед нами в облике фантастического существа с человеческой головой на теле льва, он раскрывает загадку сущности человека, которая мыслилась египтянам как сочетание духовного и природного естества, физической и мыслительной силы человека. вот мы видим изображение фараона людей мы в общем-то помним, что людей уже изображают с первобытного общества, но все-таки когда мы смотрим на изображение фараонов видим, что это еще статичные такие фигуры, но пропорционально правильно, величественные и в общем-то очень значимые такие. Они тоже являются как примером материальной культуры древнего Египта. Здесь представлены в общем-то произведения живописи древнего Египта, росписи внутри пирамид, которые в общем-то дошли до нас и понимаем, что искусство тоже входит в предмет материальной культуры, потому что он выполнен в определенном каком-то материале и несет еще информацию об этом времени и отражает жизнь людей в то время именно рельефы или произведения изобразительного искусства, дошедшие до нас. Они рассказывают о том, как жили люди, какие элементы предметной материальной культуры дошли до нас. Здесь мы видим украшения. Это тоже элементы материальной культуры древнего Египта. по композиции, по выбору материалов, из которых они делались, по использованию элементов растительных форм, например, жук скоробей. Он являлся символом жизни и он встречается везде во многих произведениях искусства и в данном случае в украшениях. Драгоценные материалы, металлы, береза, сердолик, которые знали египтяне. Вообще египетская цивилизация очень была развитой, они очень много знали наук. Успехи египтян в разных отраслях науки были особенно в медицине, астрономии. Они создали первые в истории медицинские трактаты, в которых описывали симптомы болезни и способы лечения. При раскопке коробниц были найдены хирургические инструменты. В области математики египтяне умели вычислить площадь треугольника, объем цилиндра. Они заложили основы алгебры, умели решать уравнениями с двумя неизвестными. Их жрецы, а жрецы это особая каста в древнем Египте, могли предсказать затмение солнца, периоды разлива Нила. Они создали точный календарь, разделив год на 365 дней. Также египтяне создали каталоги звезд, карты звездного неба, а также изобрели древнейшие часы водяные и солнечные. У них у первых появились древнейшие географические карты, а также накапливались исторические знания. Так что очень мудрые и очень развитые цивилизации. Следующий элемент, о котором можно говорить, это письменность древнего Египта. Она уникальна, потому что ее основу составляли иероглифы, рисунки, значки, каждый из которых соответствовал определенному понятию. Главный пищематериал изготавливался из папируса, тропического водяного материала. элементы сложных значков, иероглифов мы можем здесь увидеть. Но можно иероглифы встречаются также здесь, видите, сложные абрисы, значки, символы. Его письменность древнего Египта расшифровал француз Шампалион в 18-19 веке, за что египтяне подарили Парижу колонну, которая сейчас стоит в центре. Но нам интересна предметная среда древнего Египта, и мы идем дальше. Предметная среда это те предметы, мебель, которые окружают предметы, существующие, существовавшие в то время. Основным источником, знакомящим нас с материальными предметами, кроме самих подлинных памятников, являются многочисленные для нас рельефные и живописные композиции, в основном на стенах гробниц. В этих композициях все предметы быта давались очень точно, поэтому изображение сосудов, мебели, тканей и других вещей является ценнейшим материалом для изучения предметного мира древнего Египта. Египтяне освоили практически все природные материалы. Особого мастерства добились в обработке камня, известняка, алебастра, гранита, базальта, песчаника, которым изобилуют области, прилегающие к долине Нила. Это строительство храмов, пирамид, гробниц, производство каменных сосудов, ваз. А техники изготовления сосуда, она, конечно, была примитивна. Обрабатывали вручную, вдалбливали, обрабатывали трубчатым сверлом и полировали сосуд небольшими камнями. Одним из древнейших производств в Египте было гончарное. Горчешники месили смесь ногами, после чего кусок глины клали на гончарный круг в виде простого деревянного диска, вращающегося на оси и обжигали в печи. Из глины делали чаши, миски, кувшины, кубки, сосуды. До нас дошли амулеты, вот в предыдущих слайдах мы смотрели, бусы, сосуды и изразцы из фаянса. Глазурь для фаянса была большей частью синего или зеленого цвета. Фаянс был хрупким материалом, поэтому его редко формовали на гончарном круге, чаще предметы были вылеплены руками. Изобретение египтянами стекла связывают именно с изготовлением фаянса и глазури. То есть египтяне первые придумали стекло. Стекло использовалось как декоративный материал. Также они получили цветное стекло, добавляя медь, кобальт, лукисцинка, сурьму, свинец. Стекольщики естественно тщательно оберегали свои секреты, потому что ценился их труд и славились изделия их мастерских. Среди ремесел важное место занимает обработка кожи, изготовление с нее различных предметов обихода. из кожи делали сандалии, сумки, сандалии, сумки и другие предметы, бурдюки для воды, шлемы, снаряжение, сброи, колесницы, дерево. Перед нами мебель древнего Египта. Она вся сделана из дерева и из некоторых элементов из кожи. Дерево в Египте было всегда редкостью. Строевой лес доставляли из Сирии, Палестины. Египтяне умели обрабатывать лес, изготовлять доски, фанеру. Несмотря на дороговесное дерево, из него делали множество предметов. Саркофаги, мебель всех родов, кровати, подголовники, стулья. Все мы это видим на слайде. Скамеечки, столы. А также колонны, двери, планкины, жезлы и даже колесницы. Жилища изучаются по раскопкам поселений. Жилища наполнялись мебелью, которая делалась, как мы говорим, из дерева. Египтяне первые разработали вот такую форму стула. То есть до этого первобытный человек и первые стулья это обычные примитивные какие-то подходящие предметы. А вот форму стула, сиденья, ножки, спинка стула была разработана именно египтянами. Они любили свою мебель украшать ножками, ножки мебели ставить представлять в виде звериных лап и вообще такой стиль обращения к животному существует везде во многих предметах мебели. Также египтяне первые разработали форму ложа. До этого человек спал как бы на земле, на циновках, потом на приподнятом изголовье. египтяне придумали вот устройство в виде кровати. Конечно, это тоже не сразу создалось, но тем не менее вот такую форму уже ложи сформировалось именно у египтян. И потом эти вот формы прошли через все века, они только как-то видоизменялись, в разных стилях приобретали другие элементы, но в основном и шли так через все столетия века цивилизации. Вот элементы крыльев трон, египетский трон, элементы крыльев тоже звериные ножки, удобные подголовники, подлокотники, X-образная форма стула была с натянутой кожаной, с натянутым кожаным сиденьем и складывалась эта форма. Сундуки, скамейки, столы, это все уже существовало во времена Древнего Египта. Вот это интересная форма, я думаю, что она у всех вызывает вопросы. Вот это интересная форма. Это подголовник, который ставился под голову во время сна и позволял не снять прическу. Носили сложные прически египтяне. Какие же жилища? В общем-то, кроме пирамид, обычные жилища не дошли и дворцов, пирамиды дворцов. Обычные жилища не дожили до нынешних времен. Жилища изучаются по раскопкам поселений раннего и древнего царства. Уже в 4 веке до новой эры в Египте появляются города, где селятся ремесленники, торговцы. Города строили по единому плану. Они имеют прямоугольную систему улиц, однотипные в плане дома. Дома строились из кирпича сырца, который изготавливали из нильского ила с добавлением песка и соломы. Хижины простолюдинов строились из тростника, обмазанного илом, и в хижинах почти не было внутреннего убранства. Оно ограничивалось несколькими циновками, на которых сидели, спали, а зажиточные люди обставляли дом изящной мебелью. Вот как мы уже говорим, в жилых домах можно найти основные прототипы современной мебели, табуреты, столы, ложи, стулья, сундуки и шкафы. А к оборудованию жилища относилась также и утварь, сплетенная из пальмовых волокон. Это корзины, короба, циновки. Гибтяне пользовались металлическими зеркалами, все это украшалось элементами орнамента. А элементы орнамента это солнечный диск, скоробей, змея, коршун, лотус, пальма, папирус и прочими. Краски были яркими, гамма цветов ограничивалась основными цветами красным, желтым, черным, коричневым. зеленым и белым и пользовались ими в чистом виде. Они еще пока не смешивали краски. У египтян было во время трапезы усаживаться вокруг большого общего стола. Они садились также поодиночке или парами за столиками на одной низкой ножке. для хранения вещей использовали деревянные инкрустации шкафы, туалетные принадлежности, зеркала, гребни, парики хранились во всевозможных сундучках или ворцах. Основные формы многих видов египетской мебели отличают ясную логику о практической чутье. Египтяне находили логически рассчитанные начерченные с помощью линейки, циркуля, угольника основные решения, которые не претерпели существенных изменений по сей день. Эта великая цивилизация занимает особое место в истории материальной культуры человечества, так как в материальной культуре египтяне установили нормы сознательной творческой деятельности. Здесь мы встречаемся впервые с развитым стилем, ставшим источником европейских стилей. Вот казалось бы, для чего нам изучать древний Египет и материальную культуру древнего Египта. Вот на этом слайде мы видим современное оформление интерьера в стиле древнего Египта. Мы видим изображение комнаты и спальни, например, на стене над изголовьем изображение богини, солнце, звезды. Это тоже как бы из мифологии древнего Египта. На стене, на противоположной стене также изображен сюжет изображения богов древнего Египта. То есть все и стены выложены в виде камня и светильники в виде факелов, которые существовали в Тургии. Ну, в общем-то, такими, в общем-то, небольшими элементами передается вот такой, конструируется, придумывается нынешняя материально-предметная среда в стиле древнего Египта. Или, например, следующее, изображение показывает нам трактат туристический из графического дизайна. На странице которого показываются элементы, визуальные элементы письменности древнего Египта. Вот здесь мы видим изображение людей древнего Египта. Сам туристический трактат рассказывает о древнем Египте и анонсирует как бы элементы материальной культуры, искусства и приглашает в Египет. Следующая тема стилевые особенности материальной культуры древней Греции. Конечно, мы все знаем о материальной культуре античности и мы знаем, что античность это основа европейской культуры. Нас интересует материальная культура древней Греции и предметная среда. Как они жили про искусство мы не упоминаем, потому что искусство древней Греции это отдельная тема и в общем-то здесь достаточно времени говорить об искусстве, мы говорим о материальной культуре. первое, что мы смотрим так же орнамент первое, с чего мы начинаем всегда изучать материальную культуру это орнамент, потому что в ней отражен в орнаменте отражен какой-то духовный потенциал и орнамент также украшает предметы материальной культуры. Основной орнамент древней Греции это меандр. Вот мы видим, вот он представлен здесь меандр. Его можно нарисовать не отрывая руки. Поэтому вот так идем не отрывая руки можно идти и идти дальше. Вот это тоже меандр. Здесь попроще меандр. Меандр это по названию реки Меандр Бесконечности. Если мы видим где-то такой орнамент геометрический в виде бесконечного такого продолжения орнамента мы знаем, что это древняя грец артичность. Вот более там простые может быть или вот такие более изощренные изящные сложные это все меандровые изображения. Также были разработаны видите сколько рапортов орнаментальных вот это тоже меандр только он не конструктивный такой а волнообразный изображение волны растения цветы пальмовые листья это все заморфные орнаменты они уже переделаются такие сложные композиции и конечно же все это отражается на материальном на предметах вот здесь немножко представлена керамика как основной элемент украшения следующий элемент материальной культуры древней Греции это керамика в основном амфоры они представлены вот здесь в натуральном так скажем виде какими они дошли до нас вообще керамика была краснофигурной и чернофигурной краснофигурная чернофигурная краснофигурная она различается по технологиям если первая возникла красно вернее чернофигурная керамика когда глину обжигают она приобретает красный цвет и изображение заливали черным лаком и вот получалась чернофигурная керамика чернофигурная керамика красная фигурная керамика получалась другим способом когда весь предмет заливался белым или черным здесь краской или черным лаком и снимался какой-то слой проступала керамика и получалась краснофигурная керамика. Была еще белая фигурная керамика, но она меньше распространена. И как мы видим по этим изображениям, керамика существовала в виде и предметов, и кувшинов. В ней хранили и зерно, воду, вино, и еще какие-то вещи, которые древние греки создавали. Были разработаны самые разнообразные формы керамические, представлены на следующем слайде. Это и амфора, кратер, пелика, гидрия, видите, сколько здесь, много названий. И все они были построены, в общем-то, разработаны в этот период для специфического, так скажем, назначения. И опираясь на идеалы культуры античности, мы знаем, что форма ваза была похожа. Например, амфора соответствовала фигуре женщины. Кратер в фигуре мужчины. Динос, это юноша, вот еще с ножкой, именно такого ваза была. Особенно были популярны сюжеты, изображавшие сцены из жизни богов, людей, олимпийские сюжеты, занятия искусством, музыкой, танцами и прочее. Вот как мы увидим сейчас на следующих слайдах. Вот такие белые веки, как мы увидим, краснофигурные вазы. И, в общем-то, это тоже даже дешевле у нас предметы материальной культуры. Но мы перешли к предметам сразу материальной культуры, поскольку, в общем-то, мы знаем все, что очень культура и идеалы древней эмрицы были, конечно, отличными от предыдущей развитой культуры древнеегипетской. И идеалы направлены на внимание к человеку. Мы знаем, что понятие античность появилось в эпоху Возрождения, когда итальянские гуманисты ввели термин античный, то есть древний, и обратились вообще к культуре античности. И неповторимая античная культура стала основой европейской культуры. Литература, искусство и философия Древней Греции стали отправной точкой в развитии культуры других народов. Она открыла человека как прекрасное и совершенное творение природы, как меру всех вещей. Во всех сферах духовной, материальной, социально-политической жизни проявился гений Греции. В поэзии, архитектуре, скульптуре, живописи, политике, науке, праве, предметном мире. Греки создали науку, которую некоторые исследователи называют мышлением по способу греков. В целом, для античной культуры характерен рациональный подход к пониманию мира, и в то же время эмоционально-эстетическое его восприятие, струйная логика и индивидуальное своеобразие в решении практических задач. Весь период Древней Греции делится на несколько периодов, но самым активным и самым значимым из всех был архаический период, когда в этот период люди научились по достоинству ценить реальные способности и возможности человека. Не сверхчеловека, а обычного, свободного, политически активного человека-гражданина. Именно эти способности были возведены в высший принцип эстетический идеал Греции. И даже пантеон богов был сложен в образе людей, в отличие от предыдущей цивилизации, когда мы знаем, что боги в виде образов животных или фараоны божествлялись. Значит, для религии греков был характерен политеизм со множеством богов и верховным богом Зевсом. В общем-то, об этом мы с детства знаем все, знаем их мифы, знаем мифы Древней Греции, знаем, что они совершили, знаем множество произведений искусства, которые описывают эти события и обращаются к мифологии, знаем художников, которые создали замечательные скульптурные образы богов Зевса, Афины, Афродиты, Ники. Знаем скульпторов, да, Гессандр, Прокситель, Меран, Фиди. Поэтому очень большое наследие оставило Древней Греции и, в общем-то, это наследие дошло до нас. Но это искусство Древней Греции, нас интересует материальная культура. А материальная культура – это же, конечно, архитектура. В начале архитектура. Значит, какие элементы архитектуры входят в материальную культуру Древней Греции? Значит, поскольку больше всего греки ценили разумность, равновесие, меру, то в архитектуре это оформляется в систему архитектурных ордеров, просуществовавших до нашего времени. Разработаны следующие типы строений. Периптер – прямоугольное сооружение с четырех сторон окруженной рядом колонн. Диптер – со сдвоенным рядом колонн по периметру. Толос – круглой формы с колонным залом внутри. А у колонны их называют ордер. Ордер в переводе означает строй, порядок. И мы видим вот несколько видов ордерных систем, которые повторялись, которые использовались с древними греками для оформления архитектурных ордеров. Первый из них – дорический ордер. Видите, простая, достаточно простая, широкая, устойчивая капитель. Колонна с каннелюрами. Капитель простая, чистая, без украшений. И только фронтон украшает там сцены из жизни героев, борьбы с животными и прочее. Следующий тип – это ионический ордер. Уже он имеет базу, имеет колонну с более стройными каннелюрами, вытянутые формы, повыше, стройнее валюты. Капитель в виде валют закругленных, орнамент. И фронтон тоже украшен орнаментом. Следующая ордерная система имеет базу, имеет колонну с еще более стройными каннелюрами. Капитель украшен декоративно и также декоративно украшенный фронтон. Это сложные элементы. Каждый имеет свое название, но мы запоминаем обычно по основным формам. И как мы уже понимаем, древние греки ценили и называли человека основой всего, человек мира всех богов, то и ордерные системы ориентировались как бы на человека. Вот дорическую систему ордерную, они соотносились с мужской фигурой. Ионическую ордерную систему соотносились с женской фигурой. И коринфскую ордерную систему соотносились с фигурой девушки. Вот так как бы интересно с нашей точки зрения называли они эти ордерные системы. Элементы декоративного орнамента, которые использовались на этих фризах. А вот на этих слайдах то, о чем я уже говорила. Пример изображения людей. Первые изображения людей – это корос, кора, которые разрабатывались и разрабатывались на реалистических принципах изображения человека. Скульптор-поликлет. Физий создал Афину, а Мирон – дискобол. Ну, в общем-то, этого знаем из школьного еще курса. Мы с детства, в общем-то, знаем, кто изучал изобразительное искусство. Афродита, Аполлон, Венера. В общем-то, все эти скульптуры находятся сейчас в музеях и, в общем-то, являются уже мировым достонянием. Вот Ла Каон с сыновьями. Помните, первую скульптуру корос, кора, они очень такие статичные, неподвижные, а здесь полная динамика. То есть, какой прогресс произошел в развитии скульптуры. И, значит, Афродита, Ла Каон, автор Агетсандр. Агетсандр. Здесь представлены следующие изображения фресок в стиле древнего Египта. И вот здесь мы видим архитектурные сооружения. Центр Древней Греции, город Афины. И там, где были собраны все храмы афинские, это Афинский Акрополь, где находятся многие парфенолы, многие храмы Девса. Это не только дорические системы были основой построения храма, но и вот такие использования фигур, особенно женских фигур. Женские фигуры назывались кариатидами, а если использовали и мужские фигуры, то атлантами. Ну, до сих пор парфенол, например, можно увидеть в Греции. Вот также здесь представлены эти ордерные системы. Ну, на фоне изображения архитектурных форм мы расскажем о том, где жили древние греки. Центр Древней Греции, город Афины. Город был застроен хаотично. В центре города на возвышении находился афинский Акрополь с храмами, посвященными богам, Зевсу, Афине и другим. Основной формой греческого дома было однокомнатное помещение Мегарон. Конечно, это были уже здания попроще, сохранившиеся, а не только описание такое. В середине находился очаг, над ним отверстие в крыше для вытяжки дыма. Это помещение называлось Атрий, от слова Атрий черный. Позднее из Мегарона появилась форма многокомнатного дома, жилые и другие помещения размещались вокруг дома с колоннами. Перестиль назывался этот вид дома. Жилища знатных афинян были сложены из тесаного камня, снаружи вылились из звездкой. Внутренние помещения украшены настенной живописью, облицовкой. Полы чаще всего были мозаичными, позже стали покрываться коврами. В небольших комнатах располагались постели с покрывалами, стулья, табуреты, сундуки. Украшением служили несколько красивых ваз, оружие на стенах, светильники. Количество мебели в греческом доме было незначительным. Скромность жилища, климат, одежда, обычаи не требовали много мебели. Для хранения одежды и предметов пользовались деляные сундуки различных типов. Ели за столом, ложи для сна. Со временем у греков распространился обычай есть с лёжа. Для этого применялась ложа, называемая клине. Что-то среднее между кроватью и совой. Сейчас я его вот верну, покажу клине. Я вазу ищу. На вазах изображаются иногда предметы. Что-то среднее между кроватью и совой. Оно было на высоких опорах и перед ним ставили скамеечку. Мебель. Ну, нет, вот у меня мебели, да, слайдов мебели. Но, тем не менее, можно зачитать про мебель. Мебель античности. Простая форма. Четырёхугольная. Ножки точёные или плетёные. Иксообразной формы, которая, как в Египте, была создана. И церемониальная мебель, тронообразные стулья. Для повседневного использования был создан легкий элегантный стул с серповидными ножками. Изогнутые задние ножки держали спинку. Это первая форма в истории мебели, где функциональное начало соединено с сознательным художественным оформлением. Для предметной среды в Древней Греции было характерно гармоничное сочетание жизнеподобия, меры живой, чувственной непосредственности и рациональной конструктивности. Оно было во всём. В архитектуре, в пластике, в декоративно-прикладном искусстве. То есть во всех элементах материальной культуры. Реформатор Салон так определял жизненный принцип Эллина. «Ничего лишнего». Известно, что важное место в политическом обществе принадлежало профессиям таких, как… Вот сейчас мы перечислим. Плутарх, перечисляя оплачиваемого государством профессии, афинский граждан назвал следующее. «Плотники», «Скульпторы», «Медники», «Каменщики», «Золотые дел», «Мастера», «Живописцы», «Чеканщики», «Мореходы», «Кормчаи», «Корейтники», «Кожевники», «Ткачи». Отсюда видно, что ремесло, оно было неотделимо от художеств, и оно составляло основу материальной культуры Древней Греции. Изобразительное искусство очень часто считалось одним из видов ремесла. И вот, например, прославленные скульпторы занимались не только создавая великие произведения, но и создавали бытовую керамику, расписывали вазы. Например, Фидий, его звали Калос Демиургас, прекраснейший ремесленник. И вот завершая нашу короткую информацию о материальной культуре Древней Греции, мы запоминаем следующее, что весь материальный мир, все предметы, архитектура, ордерная система, вазопись, другие предметы бытовые, все были соотнесены с человеком. И чтобы воспроизвести, например, античный стиль, вот здесь на иллюстрации мы можем видеть, что присутствуют колонны с какой-то ордерной системой, вазы, где-то я тут видела вазы. Обязательно в потолке вот такое как бы отверстие, имитирующее отверстие, вот они как бы адриум или выложенное вот в этой иллюстрации на полу, такой перестиль в круглой форме. То есть воспроизвести этот стиль, стиль античности достаточно просто, что люди сделали затем, обратившись к этой культуре в эпоху Возрождения, приняв эти элементы в свою материальную культуру, а затем уже в новое время стиль классицизм, созданный на основе античных форм, поэтому как бы и неоклассицизм 19 веке, поэтому очень часто возвращаются и до сих пор можно встретить повторяющие основные интерьеры, повторяющие стиль античности или классический стиль, как его сейчас называют. Следующая тема. Мы рассмотрим духовно-материальную культуру и стилевые особенности духовно-материальной культуры Средней вековья. Почему? Потому что, в общем-то, вращаясь к этой культуре, которая была создана, к этому периоду, в котором было создано два стиля, мы очень часто опирались и художники, и архитекторы, и просто люди. Конечно, период достаточно сложный. Он занимает в истории развитие более полутора тысяч лет до эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения – это уже 14 век. Ну, тысячу лет – это точно. В период раннего Средневековья, это начало нового времени, приблизительно 2-3-5 века, на территории Западной Европы варварские народы создали свои королевства. Это французская, германская, итальянская. И в предметной культуре, в материальной культуре они начинают равняться на римские образцы. И поэтому первый стиль, о котором можем говорить – это романский стиль. Романский стиль. Главная черта романского стиля – массивность построек. Так, сейчас это мы смотрим. Орнамент также сложный, витраж, на нем еще скажем. Я вам предлагаю, вот он, романский стиль. Романский стиль, о нем будем говорить. Церкви, замки, городские укрепления имели большие тяжелые стены, на которых мало деталей и украшений. Если они, если есть окна, то они в виде арок. И вот на втором этаже, на более высоком от романских построек веют силой и мощью. Суровая действительность, набеги, захваты, сражения заставляли строить крепости, храмы, похожие на крепости. И обычно эти постройки возвышались на аромах. В это время предметы, инвентарь изготавливались в рамках натурального хозяйства. Талантливых ремесленников и художников было мало. Стремление к роскоши невелико. Мебель, по сути, примитивна и проста, громоздка. Поэтому она имеет простую конструкцию и громоздкие массивные формы. Достижения античности как бы забыты. Шкафы сделаны из необработанных толстых досок. Держались при помощи накладок из железа. Из кованого железа. Позднее только появляется резьба. Это уже в более сложном, позднее времени. И декоративная железная фурнитура. Сундук, универсальная мебель средневековья. Похожая на шкаф, похожая на... Сундук мог служить одновременно кроватью, мебелью, для сидений, чемоданом. Кровати приобретают новую форму. Характерное... Здесь нет изображения кровати. Рама на точенных ножках, оборуженная решеткой и под балдахином. Вот такая простая очень мебель. Удовлетворились только элементарные потребности человека. И... Ментальность средневекового человека была антитехнической. Мы знаем, что воспринималось как греховное любое техническое совершенство. Так... О истории... По истории вы, в общем-то, знаете, что это очень сложное время. И только о достаточно развитии, о развитии, о активном развитии периода в Средневековье, мы можем говорить, начиная с 10-го, 11-го века, вот, особенно в 12-м веке, был написан трактат по средневековой технике, о различных ремеслах. Его написал автор, монах-теофил. И основная мысль трактата... Техника, все строения должны служить Богу. То есть, в основном, все достижения технические, они использовались для построек и украшения церквей. Ну, мы знаем, что об искусстве мы тоже не затрагиваем форму, но мы говорим о материальном предметном мире. Значит, первая книга этого трактата была посвящена изготовлению красок, миниатюр и фрески. Вторая книга посвящена метражу. Третья книга посвящена металлургии. Достижения Средневековья очень значительны. И, в общем-то, порох, огнестрельное оружие, производство стекла, ручная прялка, доменная печь, начало книгопечатания. Это все позднее Средневековье. Сама прялка с нижним приводом, водяное колесо. Техниками и изобретателями в Средние века стали искусные ремесленники, владеющие секретом изготовления вещей с помощью простейшего инвентаря. И вмесленники одной специальности объединились в цехе, члены которого жили и работали по специально установленным правилам. И средневековый мастер – это он же и инженер, он же и художник. Он приобретает знания и профессиональное умение путем цехового ученичества. Но каждая новая задача решается на глаз чисто практически в виде образца. Ну и мы знаем, что после готического стиля, после романского стиля создается готический стиль. Готический стиль, который очень впоследствии привлекал художника. Готический стиль – это свое название берет от племени Готов. Нет, от племени Готов, от германского племени Готов. В готическом стиле построены очень многие соборы Франции, Германии. В средние века центром жизни был храм. Соборы в нем совершали служения, приходили какие-то действия. Они были построены совершенно по-новому, в отличие от романских храмов. Готические храмы всей своей формы были устремлены ввысь, чтобы избавиться от ощущения тяжести. В стенах соборов стали сделать огромные окна. Их называли окна роза. Вот как примеры готических храмов. Все стремлены ввысь, вимперги, шпили, башенки, фиолу. Все эти элементы достаточно сложные, но они создавали вот такую легкую архитектурную форму, в отличие от романских храмов. Вот в лекциях вы можете подробнее почитать, из каких систем элементов состоит готический храм. В этом стиле построены очень многие, как мы уже говорили, храмы. В Франции, Германии, вот они подписаны все, можно прочитать. Примеры окон. Вот окна роза. Вот сейчас я вам покажу, пролетели. Вот окна роза над входом. Вимперги – это устремленные стрельчатые формы. И все это создавало такую легкость в сравнении с романским стилем. Легкость создавали и окна, тоже похожие на стрельчатые арки или круглые. Они очень часто украшались витражами. Витражами были украшены. Внутренние формы, внутренние окна храма. Вот в начале мы видели витраж. Витража изображения людей. Витраж, знаете, это цветное стекло, изготовленное, соединенное пластинами. А здесь мы видим мебель. Еще один элемент материальной культуры. Мебель в стиле готики, в готическом стиле. То есть мы видим также те же элементы архитектуры, которые видим в храме, в башенке фиолов, стрельчатые формы. Все вытянутые. Это скамья, сиденья вот с такими декоративными высокими спинками. Это горка для посуды ступенчатая. Она тоже представляет собой такую вытянутую форму шкафы и сундуки. Ремесленники уже умеют выполнять резьбу по дереву. То есть эта форма более изящная, более удобная для человека. И она уже декоративно украшается. И вот следующий слайд показывает нам мебель уже. Она даже ближе к эпохе Возрождения. По форме, по декоративному украшению, по сложности и изящности конструкции. То есть вот такие формы мы уже встречаем в эпоху Возрождения. Ну вот по этим двум стилям можно сказать, что они сменяют друг друга. В общем-то очень разница. То есть романский стиль более примитивный, простой, грубый по форме. А предметы в оготическом стиле более изящные. Следующая тема формирования материальной культуры в эпоху Возрождения. Вся материальная культура в эпоху Возрождения называлась еще одним термином Ренессанс. Поэтому мы и в общем-то будем называть этот период Ренессанс. А термин Возрождение означает Возрождение культурных идеалов античности. Появился термин в 16 веке для определения новой культурной эпохи, изменяющей средневековье. Возрождение появилось на почве уже высокой и сложной культуры Средневековья. На достижение Средневековья Возрождение опирается не меньше, чем на античное наследие. Это новый тип мышления, религиозности, особый духовный склад и образ жизни. Расцвет культуры связан с созданием новых символов для творчества. В это время образуется множество культурных центров. Культурная жизнь общества отличается особой интенсивностью. Во всех видах человеческой деятельности ярко проявляется творческая свобода, происходит переустройство культуры, перемены в общественном сознании, возникают новые культурные ценности, такие как использование уроков античности, вводится новшество в современную культуру. И основой культуры Возрождения был поиск индивидуальности. Ни в одной культуре, даже в атлантичности, не было стремления выявить достоинство индивидуального мнения, вкуса, дарования, образа жизни. Поэтому эстетический и этический идеал человека эпохи Возрождения это образ свободного универсального творческого человека, создающего самого себя. Эстетическая реакция на мир, на природу, ядро мира и ощущений новой эпохи. Возрождение создало особую атмосферу эстетизма. Его называют золотым веком европейского искусства. Проявление к эстетическому переживанию, наслаждению, отличает Возрождение от всех других эпох. Органическая связь технического творчества с искусством была характерным признаком эпохи Возрождения. Она определяла особенности формообразования всей предметной среды, всей материальной культуры, включая даже технику. И этот период, в общем-то, мы знаем, он также служит основой для повторения в следующих других периодах развития общества. В общем-то, очень многие художники, архитекторы, которых мы знаем, тоже как бы с детства, со школьного курса создавали материальные объекты, были и авторами каких-то произведений искусства, и авторами архитектурных форм и предметов, элементов материальной культуры. Назовем только несколько, буквально несколько имен. Это Микеланджело Полонаротти, это Леонардо да Винчи, это Леон Батиста Альберти, особенно, конечно же, Леонардо да Винчи. Мы его знаем по произведениям, живописным произведениям, Джокондо, Мадонны его известны, в общем-то, всем и каждому образованному человеку. Мы знаем Микеланджело, архитектор, скульптор, живописец. Очень много произведений и искусства, и материальной культуры были, потому что идеал эпохи Возрождения, такой универсальный человек, мастер, владеющий многими элементами и в области живописи, в области скульптуры, архитектуры. А Леонардо да Винчи так вообще называют первым дизайнером с нашей точки зрения, потому что у него были и живописные произведения, и самое главное, раскрыли его записи, и он явился с новоположником, что ли, или первым, придумал, разработал. И расшифровали его записи по созданию первых самолетов, вертолетов, первых, первый танк, музыкальные инструменты, велосипед деревянный он даже сочинял. В общем-то, очень много предметов, которых он потом зашифровал в свои записи. И поэтому вот такие люди сделали эту эпоху. Ну и, конечно же, в отличие от Средневековья, сменились идеалы. Если в Средневековье все посвящено Богу, то здесь уже, опять-таки, приоритеты даются именно человеку. Задача архитектуры из отчества было служение человеку. Очень многое взяли авторы материальной культуры Возрождения из эпохи античности. Если говорить о стилевых особенностях предметной культуры эпохи Возрождения, то за образец была взята именно римская древность, потому что любовь к богатству, блеску была и у римлян, и у людей Возрождения. Греческие издания меньше обращали на себя внимание, но, тем не менее, мы знаем, что древний Рим несколько повторял древнюю Грецию, поэтому мы говорим, что постройки Возрождения повторяют античные. В отличие от Средневековья, мы видим, что в архитектуре кровли становятся плоскими, поэтажность возникает, элементы ордерной системы используются, и декоративные украшения, скульптура выносятся наружу. Совершенно другие по форме здания, архитектурные формы видим мы в эпоху Возрождения. Вот тот самый собор Святого Петра в Риме, над которым работали очень многие художники, в том числе и Микеланджи. Тип дома возник новый – палаццо, так его называют многоэтажный. Уже не дом, а дворец такой необычной формы. Это в области Колизеи, мы помним, построенной. На него опирались строя свои здания в эпоху Возрождения. Вот мы видим орнамент Древней Греции. Если, извините, Возрождение, в отличие от предыдущих форм орнаментов, мы видим сложность, изысканность декоративных форм, что говорит, в общем-то, и отличает, наверное, мировоззрение этого человека Возрождения. Здесь на иллюстрации мы видим, как передается, как прослеживается стиль эпохи Возрождения, ренессанс во всех формах материальной культуры. В архитектуре, вот мы ее с вами уже описывали, поэтажность, ордерная система, аркообразные арочные формы, плоская крыша. Такие элегантные здания, форма предметов, сундуки, шкафы, кресла, стулья стоят более легкими, изящными, декоративно украшаются. Даже тяжелые массивные формы смотрятся не так тяжело, как в предыдущей стиле. Мебель, которая в эпоху средневековья была пристенной, выдвигается в центр интерьера, ставится свободно, располагается. То есть человек встает себя чувствовать более свободно, и это же прослеживается во всей материально-предметной среде. Про одежду можно тоже сказать то, что форма одежды нам напоминает античные формы, но материалы уже берутся более современные. Что еще сказать про мебель эпохи Ренессанса? Характеризует четкая форма построения, и вот особенность это использование архитектурных элементов. Мебель решается, корпусная мебель решается как архитектурное сооружение, как миниатюрный дом с колоннами, пилястрами, фронтонами. Такую мебель называют архитектонической, которая повторяет. В средневековье тоже она повторяла, то есть там начало, вот в готической стене это начало архитектонической, создание архитектонической мебели. Ну и в эпоху Возрождения это тоже продолжается. Далее, что еще скажем, что в эпоху Ренессанса был изобретен станок для выработки тонких листов древесины, фанеры. И это открыло путь для широкого распространения мебели. Появилась обивка на предметах прототипа мягкой мебели. Стулья отбивались кожей и украшались латунными гвоздиками. Поэтому и стены интерьера отделывались мраморами, но здесь нет такой красоты. Но это можно увидеть в сегодняшний момент. Здесь ювелирные украшения того времени. Продолжаем дальше и рассматриваем материальную культуру и принципы ее формирования в XVII, XVII и XVIII веках. Материальная культура создалась в то время и определила стиль барокко и рококо. Сначала рассмотрим стиль барокко. Мы уже понимаем, что когда мы говорим о материальной культуре, мы понимаем, что в ней отражаются именно экономика, идеология, политическая какая-то ситуация определенного времени, вкусы людей, идеалы. И поэтому, если говорить об этом времени, то, скажем, что начиная с XVI века в странах Западной Европы происходило зарождение капитализма, началась эпоха реформации, преобразования. В условиях абсолютизма, то есть во многих европейских странах утвердилась абсолютная монархия. И в условиях абсолютизма все подчиняется централизованной власти, происходит своеобразная унификация многих сторон жизни и развитие экономики, возведение доходных домов, роскошных дворцов. Это призвано символизировать власть монарха. Для восхваления монархии, аристократии, церкви требовалось искусство нового какого-то стиля. И таким стилем стал стиль барокко. Он господствовал примерно полтора столетия и отразил прогрессивные представления о сложности, многообразности, многообразии и изменчивости мира. Стиль барокко переводится с итальянского странный и причудливый. Зародился он именно в Италии в конце XVI века и был естественным продолжением стиля ренессанс. Барокко – это искусство ансамблевых решений, которое наиболее полно выразилось в архитектуре, интерьере, предметном мире. Пышные и богатые дворцы и интерьеры не имели себе равных. Основные элементы барокко отличают повышенную динамичность композиции, контрасты масштабов, беспокойный ритм кривых линий, напряженность, динамичность образов, стремление к величию пышности, к совмещению реальности и иллюзий, к слиянию искусств. Пышные формы находят широкое применение в архитектуре, интерьере храмов, монастырей. И вот этот стиль стали называть даже стилем иезуитов, поскольку церковь всегда стремилась воздействовать на верующих средствами светского искусства. Интерьером барокко присущи яркие краски, обилие позолоты, богатая игра света и тени. Сложное внутреннее пространство значительно увеличивается живописными плафонами. Обилие изогнутых карнизов, ниш, выступов, сложные очертания стен усиливали впечатление напряженности. И типично барочной формой была витая колонна. Даже колонна закруглялась. Барокко достаточно стиль, который встречается очень часто. И отголоски его мы встречаем и в настоящем времени. Это зал Екатерининского дворца под Петербургом в царском селе. Видите, все элементы, которые перечислены, здесь есть. Зал царского дворца. Поэтому, конечно же, предполагает богатство материалов. Гранит, рамор, золото, зеркала. Нет прямых форм. Видите, карнизы скульптурно заобработаны. На потолке плафон с изображением небес, облаков, фамурчиков, каких-то таких мифологических сюжетов. Все это создает атмосферу праздничности. И сияет, пышет. Такими терминами даже можно. Красотой. Своеобразной красотой. Роскошные дворцы, вилы включаются в грандиозные парковые ансамбли. Порока распространяется и на парковые ансамбли. Деревья, кусты постригаются до правильных геометрических форм. И порока тяготеет ко всему чрезмерному, к нагромождению форм. Это проявляется во всем. И в интерьере, как мы видим, и в предметах. Все изгибается, все изменяется. Стиль барока меняет характер геометрических форм. Вместо прежних кругов, овалов используются сложные динамические спирали. Линии изламываются, искривляются. Плоские поверхности заменяются вогнутыми. В мебели прямолинейные линии заменяются. Криволинейные линии изгибаются ножки. Убивка выполняется дорогими тканями. Появляются гарнитуры, комплекты гармонирующих друг с другом предметов обстановки. Появляются новые предметы. Комод, сундук, туалетный столик с зеркалом. С развитием стиля идет освоение новых материалов. Это кость, перламутр, парфор, черепаха. И они активно использовались и в мебели, и в каких-то декоративных вещах. Вот здесь мы видим стиль порока, взаимосвязь архитектуры, предметов, костюма, интерьера. Все это является материальной культурой этого времени. Его ни с чем не спутаешь. В одежде это фижма, парики, жабо, кружева, каркасы. То же самое в предметах, как мы видим. И барокко продолжается и завершается. Такой праздничный стиль завершается стилем Рококо. К второй половине 18 века это произошло, поэтому закончился Рококо. Но Рококо в 30-х годах барокко завершился Рококо к 30-м годам 18 века. И назвали этот стиль Рококо. Даже вот в самом названии что-то такое Рококо. Ракаль. От слова Ракаль. Раковина. Все загнутое, все изогнутое, изящное. Все это Рококо. Это изящная мебель, нарядные украшения. Зеркала, позолота, бьющиеся по стенам и потолкам, лепные узоры. Рококо отрицает монументальность, неподвижность, создает иллюзию бесконечного движения. Этому стилю чужды. Прямая линия, симметрия. Все искривляется. Кудрявые завитки орнамента льются сплошным потоком. Мебели становятся больше. Преобладают пастельные тона. Наиболее частые цветовые сочетания. Белые с голубым, с зеленым, с розовым. И обязательно золочение. Используются самые дорогие материалы. Это экзотические породы. Дерево, шелк, габриэль, мрамор, бронза, золото. И впервые появляются обои для оклейки стен живых помещений. Они были завезены из Китая. Так что вот эти два стиля, они появились как завершение, отражение таких идеалов человека. Король солнце. Ассоциируется французский король солнце Людовик XIV с этим стилем. Фильм Анжелика вы все смотрели. Это те времена, которые в материальной культуре выражаются в стилях барока и рококо. Продолжаем дальше. И вторая половина XVIII века, к 70-м годам, появился и сложился новый стиль. Классицизм. Конечно же, не от того, что все барокко, как он настолько все вычурное. Такое нагромождение форм ему присуще, и человек как бы устал от него. Не всегда поэтому. В общем-то, мы говорим, что стиль отражает, и формы материальной культуры всегда отражают какие-то идеалы. Изменилось время. Вехами на пути развития стиля явились раскопки, проведенные в Пампе и в Доле. То есть, обращение интерес к античности появляется вновь. В архитектуре все меняется. Эпоха просвещения происходит в обществе, то есть эпоха разума. И, конечно же, все эти новые идеалы отражаются в новом стиле материальной культуры. Это классицизм. Классицизм переводится с латинского как образцовый. Если обратиться к формам архитектуры, то мы видим, что здесь уже не барокко. Здесь, опять-таки, четкость форм, логичность, стройность, симметрия, обращение к античности. Колонна, опять, ордерная система используется, но она не завивается, она имеет прямые формы. Декоративные капители присутствуют, конечно, но скульптура не выносится уже наружу зданий. Здание четкое, ясное, прямое. В этом стиле построены очень многие здания не только Европы, но и уже нашего Петербурга, Казанский собор, башня Адмиралстейства, видите, они все напоминают античные храмы или храмы Возрождения, потому что присутствуют и куклы присутствуют, и ордерная система, и система колонн. Дом Пашкова в Москве, в Петербурге, она это повторяется. Этот стиль называется стилем косичек. Тут нет тех загруженных форм или изогнутых форм в орнаментальном искусстве классицизма. Видите, он достаточно строг, симметричен, его называют еще стиль косичек. Такие как бы лавры, выявленки, заплетенные, переплетающиеся и таким элементом декоративно сочетаясь. Их на фаре стиле косичек, орнамент классицизма. Предметы, предметный мир опять-таки меняется. Уходит искривление, уходит все лишнее, ненужное, все вычурное, все становится очень четким, ясным, гармоничным. Мебель для интерьера, стулья, столы, диваны делаются из резного дерева и золотятся все реже. В обивках преобладают светлые шелковые ткани с мелкими цветочками, гирляндами. Очень разнообразно, вот как мы видим, корпусная мебель. Мебель становится больше. Шкафы, шкафчики, шипонеры жидкообразных форм, столы, столики прямоугольной, круглой формы. Их очень много. Широко входит в употребление письменный стол с цилиндрической крышкой. И поэтому этот стиль был прозван классицизмом. Потому что у нас классицизм, потому что, в общем-то, здесь настолько все гармонично, правильно, образцово, никаких лишних элементов. Мы здесь видим опять-таки зависимость архитектурных форм, предметного мира, интерьера и одежды. Одежда а-ля антик. Так что этот стиль продержался достаточно долго, но он имел так называемого брата в виде стиля ампир. Стиль ампир, который... Ампир в переводе означает империя. Империя стиля Наполеона, который появился именно в эпоху Наполеона, в интерьере, в архитектуре, даже в предметах. Украшение знаменами, касками, трофеями, гигантоманией архитектурных форм, присутствие воинских элементов. Это все стиль ампир. И поэтому мы говорим, что ампир завершает или развивает стиль классицизм в такую форму, достаточно более выразительную, что ли. Сейчас мы посмотрим стиль ампир. Арка Парижа по случаю победы Наполеона. Вот предметы интерьера, мы видим, что он напоминает римскую древность. Стол, воинские элементы, стрелы, лапы зверей. Такое нелепое с нашей точки зрения сочетание, но оно было... Стол также напоминает антечность, кариатиды в виде ножек или декоративного такого освоения. И вот предметы этого... Конечно же, это по цвету меняется, цвета более насыщенные. Даже кровать напоминает воинские какие-то, жесткую воинскую кушетку. Возвращается балдахин. И все предметы, в общем-то, имеют такие насыщенные цвета, ткани, помпезный такой стиль. И поэтому... Амбер прожил как бы недолго, пока Наполеон шагал по Европе, Африке. Поэтому он же Наполеона не стал. Но к этому стилю обращаются, когда хотят оформить что-либо. Следующий... XIX век... XIX век мы... Мы встречаемся со смешением стилей. Смешение стилей или обращение к историческим стилям прошлого. Обращаются и к эпохе Ренессанса, обращаются к неоготике. В общем-то, этот период достаточно эклектичен. То есть, если мы смотрим даже в царских интерьерах, видим и какие-то элементы барокко, и античные базы, и оформление в других стилях. Поэтому... Смешение стилей продолжалось достаточно долго. Весь, почти всю вторую половину XIX века. Нет. Здесь тоже можно, если мы будем анализировать... Но смешение стилей лучше представить, конечно, посмотреть в интерьерах. Потому что здесь вот мы видим стиль в виде барокко, столы, вазы античных... Античные формы ваз, капители, колонны. То есть, ордерная система, куплообразная форма. Очень много чего смешивается. Поэтому так и называют смешение стилей. Но это смешение стилей существовало достаточно долго. Их можно и назвать смешением стилем. И называют и историзмом. То есть, воспроизведением какого-либо стиля из предыдущих веков. Необарокко, новый барокко. Неоклассицизм, новый классицизм. Или эклектизм. Вообще смешение элементов разных исторических стилей. Поэтому, в общем-то, такая эпоха смешения всего и вся. Очень сложно иногда определить стиль именно этого периода. Смотрим, и вроде бы он носит характерные особенности какого-то определенного. А если присмотреться поближе, то получается, что этот стиль совершенно другой. Матерн. В материально-предметной культуре 19 века после смешения стилей во всей второй половине 19 века появляется, складывается новый стиль. Он складывается к концу. В 1890-е годы в Европе. И этот стиль в разных странах получил различные названия. Во Франции он получил название Art Nouveau. Новое искусство. В Германии юген стиль, молодой стиль. По названию журнала. В Австрии сецессион. В переводе с латинского отделение, уход. В России модерн, новый, современный. В Англии он не получил широкого распространения. В Италии он назывался стиль Liberty или стиль Metro. В Бельгии стиль Орта по имени Виктора Орта, художника и архитектора. Такое обилие названий подчеркивало широкое распространение и популярность нового стиля. И это было одно из самых ярких явлений во всем европейском искусстве. Именно модерн стал тем мостом, по которому архитекторы, художники вышли из тупика подражания историческим стилям прошлого. Он охватил все виды искусства. От архитектуры до литературы, музыку. То есть мы видим, что вся материальная культура была подвержена этому стилю. В архитектуре мы видим на слайде стиля модерн особняк Ребушинского в Москве. Шехтель, архитектор. Конечно, это здание отличается от всех предыдущих. Мы видим некую асимметрию. Видите, не очень в отличие от классицизма или стиля ампир. Мы не видим здесь такой четкости. Форма дома изменена. Элементы окон, формы окон тоже все очень разные. Где-то они прямоугольные, где-то они имеют форму арк. На крыше имеются выступы в строении, совершенно не создающие какую-то уравновешенную форму. Выступающее крыльцо с железными решетками, которые также имеют асимметричную форму и несколько не всегда они списаны или сочетаются как-то друг с другом. Это как бы элементы новых материалов, которые используются и активно используются в архитектуре. Металл, бетон, стекло уже активно используются архитекторами. Поэтому мы можем говорить, что модерн – это новейшее, современное. И в нем находят сочетание нерациональное начало и какие-то рациональные тенденции. Источником причудливых форм модерна были орнаментальные мотивы, открытые в те годы крето-мекенской культуры. Отрицая принципы классицизма, модерн отказывается от симметрии, вот о чем мы говорили на примере зданий. Интерьер строился вопреки архитектурным принципам с причудливыми асимметричными формами. Лозунг «Назад к природе» проявился в системе орнамента на мотивы стилизованных цветов растений. Вот если посмотрим подробнее на предметы мебели того времени, мы видим, что в мебели присутствуют более вытянутые формы. И вот этот самый декоративный стилизованный орнамент, вытянутый с изящными и изгибающимися линиями, в виде изгибающихся изящных линий, и присутствует везде на достаточно четких формах. Поэтому мебель модерна была достаточно элегантна. В модерне два направления существовало. Такое растительное «Назад к природе», о котором мы говорим, с элементами вот такого декора, и конструктивное. Но конструктивное оно тоже асимметрично, ведь какая форма необычная. Но они так и называются, это морфоза в стиле модерн. Получила распространение гнутая мебель, которая была создана и разработана мастером Тонутом. Его фирма делала гнутую мебель. Здесь приведены также особенности форм в стиле модерн. Кованые железные решетки для садов, парков. Везде присутствует растительный орнамент. Растительный орнамент. И еще особенная такая форма в стиле модерн в изобразительном искусстве. И особенность эта перешла и в материальную культуру. Присутствие женского образа. Если женщин писали художники, Клинт в стиле модерн, Мухе, Альдольф Мухе, то здесь мы не знаем автора. Но тем не менее, те художники, которые писали женские образы. А те же женские образы присутствуют в элементах материальных культур. В металлических образцах решеток. Вот в подсвечниках, в одежде. Если мы проанализируем и рассмотрим, то везде видим основные черты стиля модерн. Это изогнутость форм, какая-то асимметрия растительной формы и женские образы. Несмотря на то, что это фонарный столб или подсвечник такой высокий. Стил модерн дал вдохновение многим художникам в 20-х годах. Он потом перешел в арт-деко и появился новый стиль арт-деко. И поэтому этот стиль воспроизводился и в конце 20-го века. Потому что он вдохновлял многих художников на создание красивых, замечательных таких работ. И очень популярных, например, потому что на сегодняшний день к природе особое внимание. Только стиль существует такой на сегодняшний день в дизайне, например. Поэтому стиль модерн очень интересен для создания каких-то предметов, объектов. Про существа очень недолго. Основателем этого стиля считается Андрей Ван де Вейде. Бельгийский художник, архитектор. Он создал собственный особняк в городе Укль в Брюсселе. Мебель и обстановка дома были выполнены по его рисункам, где все детали тщательно прорисованы в стиле модерн. В декоре использовались изогнутые линии, а контуры формы мебели тоже изогнуты. Но не так, как в барокко или рококо. А эти формы были более целесообразны, соответствовали пропорциям человеческого тела, были более гармоничны. Стиль модерн, формула стиля модерн, это линия в виде латинской буквы S, вот такая вытянутая. И она передавала пульсацию, разнообразные движения, стихийность S. Вот везде такое закрученное, несколько элементов напоминают букву S. Буквально во всех, во многих элементах. Элементы буквы S. Еще особенность модерна в том, что этот стиль использовал волнистые кривые линии, которые выражают динамику именно в плоскости. Движения нерезкие, спокойные, легко текущие. В формах подчеркнутая симметрия. Модерн предпочитал скрыть вид материала, не позволяя использовать его в исходном состоянии. Дерево должно быть не деревом, а материалом, который могли покрасить, изменить, выдать за что-то другое. Планировка жилья освобождается от каких-либо искусственных канонов зонирования. Она становится более гибкой, приспосабливается к ритму жизни человека, усиливается внимание к функциональной стороне, к комплексному решению всей архитектурно-предметной среды. Кризис модерна наступил довольно быстро, и уже в конце первого десятилетия ХХ века он начинает вытесняться новым стилем – конструктивизм. Начало ХХ века. Но мы видим, помним, знаем, какие изменения произошли к этому времени. Революция по всей Европе. Воины. Вся Европа воюет. И только к 1919 году, когда стали постепенно европейские страны выходить из войн, в 1919 году в городе Вейнер была создана Баухаус – высшая школа строительства и художественного конструирования, которая задала новый стиль всей материальной культуре 20-го и уже 21-го века. Конструктивизм – это основной стиль, по которому разрабатывались вещи и предметы в этой школе. Вещи, ткани, фарфор, обои отличались навесной с сочетанием эстетических и функциональных начал. Интерьер решался как единое помещение с перетекающим пространством, без изолированных традиционных комнат, мебель четких конструктивных геометрических форм. Архитектура напоминает нам простые конструкции, четкие параллепепеды, кубы, цилиндры. И поэтому-то и назвали его конструктивизм. Конструкция – это основное, что нужно выделять в архитектурном здании, считал Корбюзье, который первым начал разрабатывать здания в стиле конструктивизм. Этому выбору этих простых конструктивных форм способствовало еще то, что стали использоваться новые материалы, бетон, цемент, а их было лучше использовать в простых конструктивных элементах. Поэтому металл, поэтому конструктивизм, он был целесообразен, за ним было будущее, оно обеспечивало новым количеством зданий, большим количеством жилья, и поэтому за ним быть. Следующее, о чем мы поговорим, это дальше проанализируем архитектурные формы в стиле конструктивизма. Вот они, в общем-то, опять-таки Ле-Корбюзье, вот такие конструктивные формы, ими владел и использовал очень хорошо сами объемы этих форм, и плоскостные какие-то формы, как мы видим, использовал и стекло, металл очень активно в архитектурных формах. И поэтому этот стиль, за ним будущее, как говорили. Здесь приведены примеры также архитектурных форм конструктивизма. В двадцатые годы двадцатого века зародились основы мебельной промышленности. Вот они. Это мы смотрим театр в Сиднее, Австралия, тоже конструктивные. Но это даже больше уже к хай-тек относятся, потому что используются новые технологии, новые формы. Но оно не считается первым в хай-теках, но относится к конструктивизму. Здесь мы видим мебель. Мебель в стиле конструктивизма. Когда мы на них смотрим, видим, что они тоже выполнены в основном в конструктивных формах, состоят из основных конструктивных элементов. появилась новая форма с металлическим каркасом. Автор, вот читаем, видите, мисс Ван дер Роя. Это второй директор Баухаус, год 1926. А вот такие формы, это было разработано в то время. Ну, а по последствиям мы, например, их увидели уже далеко после этого, через много-много лет. Поэтому все, что было заложено в Баухаус, постепенно, медленно, но внедрялось в промышленность и в создание материальной, так скажем, культуры. То же самое, мисс Ван дер Роя, 29-й год. Металлический каркас и мягкое кожаное сиденье и спинка. Диван в стиле кубизма. По историческому, если брать историю, возвратиться к истории развития общества, в то время мы знаем, да, что развитие кубизма и других течений, направлений в искусстве очень активно развивались. То же самое и те же самые, как бы, понятия о мире и о жизни складывались и в материально-предметной среде. Поэтому мы вот и видим такие конструктивные формы. Вот Баухаус, кровать, 19-20-30 годы. Следующие формы тоже появляются в те же годы. И они послужили основой для развития, например, мебели в последующее время. Но в стиле конструктивизм, если мы говорим о стиле конструктивизм, то нельзя не сказать о таких понятиях, как унификация. Унификация в переводе с латинского один делает, то есть рациональное сокращение числа объектов одинаково функционального назначения. То есть стали выпускать наборы мебели для одной, двух, трехкомнатных квартир, для спален, для кухонь. Внедрялись новые виды конструкционных и отделочных материалов. ДВП, ДСП. Появилась корпусная мебель. декорирование мебели почти не принимали. То есть конструктивизм отрицал декор категорически. Поэтому следующее, о чем мы поговорим, скажем, говоря о конструктивизме, это стиль минимализм. То есть минимальное расположение, минимальное количество предметов в интерьере, минимальное и лаконичное решение формы, без декора. Видите, все объекты, можно сказать, что они выполнены с минимальным использованием декоративных элементов. Везде идет письменный стол, Баухаус. Тоже Баухаус. Они разрабатывали совершенно новые формы. По сравнению с тем, что было, например, даже в том же Модерне, Модерн строился на основе предыдущих форм, здесь придумывают совершенно новые, до сих пор не существовавшие. Что интересно, что интересно, они называли свои формы, стулья, поскольку в то время было модно сокращать название, название и в обиход входило очень много машин, техники разнообразной, то и, например, вот это кресло стиле конструктивизм из плоскостей, все состоящее из блоков, назвали аппарат для сиденья. И лекарь Бузье, это знаменитый наш, не наш, а французский архитектор, дом тоже назвал аппарат для жилья. Поэтому, как бы вот такой техногенный элемент присутствует в стиле конструктивизма. Следующий стиль материальной культуры хай-тек. Этот стиль начал развиваться в шестидесятые годы двадцатого века. Хай-тек в переводе с английского означает «высокие технологии». Корни этого направления в конструктивизме двадцатых-тридцатых годов. Вот о чем мы говорили в предыдущем, анализируя предыдущий стиль материальной культуры. Хай-тек в архитектуре ассоциируется, прежде всего, с обилием... Давайте архитектурное здание сначала посмотрим. с обилием стекла, металла. Первое здание, которое было построено в стиле хай-тек, центр Жоржа Помпидо. Это такой торговый центр в центре Парижа, автор которого итальянец Рен Сопьяно и англичанин Ричард Роджерс. Это первое как уникальное такое здание по функциональности тоже, внутри которого музеи, библиотека, кинозалы, кафе, книжные магазины и магазины других направлений. Основные материалы это стекло, бетон, металл. И здание это стали называть городской машиной. То есть своеобразие в том, что здания в стиле хай-тек, они похожи чем-то на металлические такие машинные конструкции. И первые совершенно здания в стиле хай-тек были с наличием вынесенных трубопроводов, лифтов, каких-то элементов чисто технологических. Поэтому его, в общем-то, и назвали хай-тек высокими технологиями, потому что он использовал все достижения конца XX века в области и создания конструкции, в области технологий. Например, стекло стали создаваться не таким хрупким, добавляя в него какие-то композиты. Можно было соединять, изготавливать там целые прозрачные стены, двери. То стекло стало очень активно использоваться в этом стиле. Прозрачную мебель, какие-то предметы, посуду прозрачную. Вот у меня, к сожалению, не очень много слайдов в стиле хай-тек, но, в общем-то, вы сейчас можете наблюдать вокруг себя. Строится здание из сплоши стекла, металла, бетона. И внутри, в интерьерах также этот стиль имеет место быть, потому что эти новые материалы позволяют интерьер сделать совершенно другим, более современным, более функциональным, свободным. Много стекла, света, воздуха. И в нем видна сама эстетика материала, из которого сделаны предметы. Конечно, к этим материалам добавляются современные синтетические материалы. Это полиуретан, полиэтилен, пластик, соединение органической химии, композитов, делающих натуральные материалы прочнее и легче. Ограничений, никаких ограничений у этого стиля нет. Главный здесь принцип техногенности. Полное отсутствие украшений в интерьере компенсируется работой фактуры, то есть разноцветное стекло, как мы видим, материалами, тканями, жалюзи, посуда прозрачная, без орнаментов и рисунков, совершенно новая. То есть стиль хай-тек, это вы можете наблюдать в интерьере, когда посещаете наш магазин Икея, любимый нами с вами, где рассчитаны все, и эргономические требования, и эстетические требования человека. Поэтому предметы мебели из этой системы хорошо вписываются в интерьер и всегда востребованы. Интерьеры хай-тека, в них гармонично сосчитаются, как я уже сказала, пространство, свет, простые формы и идеальные пропорции. Ну, за это не очень большое время мы перечислили с вами основные стили. Я не скажу, что все стили материальной культуры различных периодов, но основные. Существует еще и много других стилей, кантри-стилей, лофт. Они все как бы формируют материальную культуру определенных слоев, населения, людей, наций, кантри-стиль. Эти стили очень популярны сегодня. Как и сто лет, конец 20 века характерен смешением стилей. Наряду с конструктивизмом, который развивался повсеместно, использовались также и элементы стиля нео, барокко, можно сказать, модерна. И сочинялись новые стили, такие как вот лофт, фьюжн. Но это уже такие стили, которые имеют меньший охват, так скажем, материальной культуры различных периодов. Кантри-стилей. Мы с вами рассмотрели основные европейские стили, которые на сегодня развиваются в материальной предметной среде. Ну вот, в общем-то, почти все для закрепления знаний. Нами разработаны практические занятия. Вернее, не практические занятия, а список вопросов к зачету. И задания по выполнению реферата с иллюстрациями о разных стилях. Поэтому нужно обращаться вот к информации на сайте. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.